Ну и вот наступило все-таки время, мои дорогие. Просили карбонару, а я все держал. Думаю, нет, 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 карбонару, нет, 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 нет. В общем, пора делать карбонару. Но, значит, сразу скажу, что несмотря на то, что это итальянское блюдо, значит, американцы добавили свои ингредиенты, русские свои ингредиенты, и поэтому здесь есть несколько вариантов карбонары. Есть вариант, когда соус делается только на сливках, яйце и пармезане. Есть вариант, который делается яйцо и пармезан, ну, плюс вода, да, вот это, от варки, пасты. В Европе, ну, в смысле, здесь ближе к нам и у нас, и ближе к Дальнему Востоку по нашей стране, потому что мы вообще занимаем практически половину всего континента, привыкли есть со сливками. Значит, я потом, когда буду делать соус, я вам объясню, если вы захотите без сливок, конечно, сделайте без сливок, да. Давайте бегом, значит, что делаем. Мне нужно чай попить. Ты что, набуханный, что ли? Я чай пью, это не набуханный. Да, 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 комментарий. Вася, ты что, набуханный? Да, конечно, он херачит, что-то там из крошечки. Смотрите, нужно просто отлить, ну, в смысле, желтки отлить, от белков отделить, вот так вот, оп, желточек. Сюда, три желтка. У меня там где-то на пару порций, наверное, макарон будет немного, поэтому, знаете, всегда так. Если хотите повкуснее, не жалейте желтков и сыра. Если экономите, разбавляйте все побольше водой от пасты, как делают итальянцы, будет побюджетнее. Спонсор этого выпуска – императорский фарфоровый завод. Предприятие с 275-летней историей, представляете? И до сих пор сохраняет традиции и высокое качество фарфоровых изделий. Вот смотрите, наверняка вы знакомы, да, вот с этим рисунком, потому что это визитная карточка завода. Это кобальтовая сетка, та самая легендарная кобальтовая сетка, которую, если вдруг бывали в Петербурге и заходили в магазины, то видели. Я, например, сразу узнаю этот рисунок. Кстати, большую часть производства составляет ручной труд, что, в общем-то, и заметно, да, как идеально все подобрано и сбалансировано. Внизу в описании ссылка на сайт завода. Заходите, посмотрите, там много всего интересного. И также регулярно проводятся всевозможные конкурсы и акции, где вы со скидками можете что-нибудь подобрать себе такое, знаете, изысканное. О, у меня уже паста сварилась. Паста у меня сварилась, я ее пока выключаю и ускоряюсь, потому что мне нужно прям реально... Я нашел некую копченую щековину, ну, во всяком случае, очень похоже на щековину, я ее крутил-крутил, не нашел в голове ничего, кроме как... Ну, кусок очень похож прямо на щековину. Еще делают из панчетты, там побольше мяса, а в щековине побольше жира, поэтому я взял именно такой вариант, знаете, пожирнее, пожирнее, что вкуснее было по-настоящему. Американцы добавили сливки в это прекрасное блюдо, вот. Русские поддержали, сказали, да, супер, сливки это то, что нам надо, мы это любим. У меня на упаковке вообще было написано копченое сало, но к копченому салу, конечно, это никакого отношения не имеет, да. Значит, короче, быстренько нарезаем кубиком, мелким кубиком. Кто-то нарезает там каким-то треугольником, где-нибудь с полосками. Это крестьянское блюдо, очень простое, сыровяльная полукопченая свинина, яйца и макароны. Но до нашего человека чем можно удивить? Да ничем. И любят карбонару во всем мире за то, что повара, конечно, вкладывают вот этот вот вкус, знаете, как бы не просто, как попало готовят, а именно стараются туда вложить все свои знания. Делаем вот что. Быстренько сюда отправляем копченую щековину, именно копченая, вкусная. Я даже составе посмотрел специально, чтобы не было никаких усилителей вкуса. Раздавим. У меня чеснок молодой, шкурка у него мягенькая, я прям несколько чесночин туда бросаю, потом их всегда можно выловить. Нам нужен яркий чесночный вкус. Чуточку масла. Пока у меня там чеснок обжаривается, вместе с панчеттой, гуанчалей, копченым салом или просто беконом или грудинкой, делаю поменьше огонек, пусть вытапливается. Здесь три желтка. На терке трем сыр. Не то. На три желтка по объему примерно столько же сыра, можно чуть-чуть меньше, там в зависимости от того, что у вас есть. Берите потверже. В идеале пармезан 50 на 50 с пекарина романа. Я сейчас, конечно, матершинными словами ругнулся, но в итоге нужно что-то похожее на пармезан. Хотя бы белорусский пармезан, да? Но ни в коем случае никакой российский, ни из какой кислятины, никакого там ничего подобного не должно быть. Никакого кремового сыра, какой-нибудь янтарь, блин, там плавленый. Ни в коем случае. Должен быть брутальный вкус. Брутальный. Вы можете даже взять, есть куча производителей не итальянских, да, которые делают овечьи сыры вкусные, твердые, которые делают смесь коровьего и овечьего молока, которые делают похожие, знаешь, по пармезану. А, еще же есть швейцарский, как же он называется? Грюер. Вообще прям, это вот ближайший родственник пармезана. В общем, быстро, 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 быстро. У нас там все уже почти вытопилось. Топереча, вот сюда мы добавляем сливки. У меня жирные сливки, я привык по-ресторанному. 35%. Можете брать чуть жиже, проблем нет никаких. Значит, 3 столовые ложки. Ну, у меня здесь остатки, я все это соберу. Обязательно побольше черного перца. Так, пора мне уже туда добавлять, уже все, уже у меня там. Так, это быстренько. Оп, смешиваем. Сливки, сыр, яичные желтки. Вот она основа всей карбонаровой жизни. Значит, вот, как только у вас все подтопилось, шкварочки такие появились. Вот оно, счастье. Кто-то любит чуть-чуть обжарить, знаете, сделать мягкой пасту. Можно и так. Тут же, в любом случае, нет, даже вот я с итальянцами разговаривал, они говорят, слушай, да нету, все равно все повара готовят по-своему. Воду пока никуда не вливаем, она, возможно, нам понадобится, да, для, так сказать, усиления соуса. Вот теперь, да, когда мы добавили макароны к бекону, к панчетти, мы должны их слегка обжарить. Напитать вот этим вот жиром, чесноком сами макароны. Вкусным дать. Убираем огонь на минимум. Значит, чтобы у нас сейчас никакой паники не было, значит, берем половничек, немножко добавляем сюда горячей воды от варки макарон, чтобы у нас чуть-чуть более жидкий стал соус. Сейчас у нас макарошки все равно все впитают. Все, теперь выливаем. Лопаткой все быстро соскребаем. Вот здесь медлить нельзя. Выключаем сковородочку и начинаем яйцо загущать. Яйцо нагревается, желток сворачивается, соус загущается. Но только одно маленькое-маленькое условие. У нас сыр тоже помогает ему, значит, загущаться. Нельзя терять ни секунды. Иначе мы потеряем карбонару. Так это же шикарно. Это же поразительно, удивительно и совершенно необычно. Наматываем на вилку, пинцет, на что угодно. Так, чтобы это все превратилось в искушение, смешанное с счастьем от поедания такого благородного блюда, как карбонара. Вот оно чудо. Теперь отодвигаем. Значит, берем соус с бекончиком. Все это сюда оп, оформляем. Без бекончика как нам прожить? Никак. Обязательно украсить желточком. Оп. Перепелинным. Второй давайте тоже. И второй желточек вот сюда. Я пармезаном тереть не буду, некрасиво будет. Теперь черный перец обязательно. Оливковое масло. Вот тут теперь экстра-верджин. Экстра-верджин. Оно должно быть. Вот оно. Как паста итальянская без масла экстра-верджин. И пару украшалочек каких-нибудь. Я специально для этого прям крес-салатик взял. Какая шикарная тарелочка. Просто вот карбонар, она такая, казалось бы, простая паста. В то же время изысканная. Все, больше не надо. Тут должно быть все так перфекто. Так по-итальянски очень. Попробуйте мне только напишите, что вы не любите карбонару. Сразу уволю из моих подписчиков. Как могли итальянцы придумать такую вкусную штуку? Уж насколько я не поклонник итальянской кухни, но карбонара это, наверное, единственное, что я ем. С преогромным, с превеликим, я бы сказал, удовольствием. Дети просто обожают карбонару, потому что спагетти. Я, кстати, беру спагетти потоньше. Вот это номер пять. Это семерочка толще, а троечка совсем тонкие. Вот пятерочка самое то. Не все делают калибровку, производители. Но есть производители, которые делают калибровку. Пятерку вообще рекомендую. Да, никакой терпения нету смотреть на то, как я жиру. А ты, кто смотришь этот ролик в три часа ночи, иди в холодильник. На самом деле, это просто вот весь космос итальянской кухни сосредоточен в этой тарелке со спагетти. Вот ничего не могу сказать. Браво! Не в смысле мне, а в смысле тому, кто придумал этот рецепт. Приятного аппетита, друзья! Сделайте это шикарнейшее блюдо. Оно у вас точно получится. И кайфуйте! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok